Когда-то они поднимали целину и прокладывали бамы. Сегодня возводят космодромы, энергоблоки, стадионы. Студотряды участвовали в строительстве объектов к Олимпийским играм в Сочи, чемпионату мира по футболу, универсиаде в Казани. И этот список можно продолжать еще долго. На всероссийский слет в Ростов приехали 3000 студентов из 74 регионов страны. Ребята молодые, энергичные, элита нашего российского общества, обменявшись мнением, выработают интересные подходы к развитию студенческих отрядов этого самого, наверное, или одного из самых массовых общественных движений. За право провести всероссийский слет нашему региону пришлось побороться. Конкуренция была серьезная. Но в финале Ростовская область обошла Санкт-Петербург. И ответ на вопрос «почему» очень прост. Первый закон о студенческой отряд был принят в Ростовской области. Знамя губернатора в Ростовской области. Штаб Ростовской области является одним из сильнейших. Здесь есть все. И чемпионат мира по футболу позволил создать достойную инфраструктуру. Ребята принимали здесь участие. В общем, а где не встретиться? Как бы гостеприимно. Современные бойцы по всей стране продолжают традиции советских предшественников. В 1966 году студотряды насчитывали тысячу бойцов. А в 2018 в летнем трудовом семестре работало 240 тысяч ребят. Сегодня у студенческих отрядов шесть стратегических направлений. Самые многочисленные – педагогические. Дальше идут стройотряды, отряды проводников, сельскохозяйственные и медицинские. Отдельно можно выделить цифровые или IT-отряды и стоматологические. В них, например, в Якутии студенты отправляются в трудодоступные поселки, чтобы на месте помочь людям. Елена Ребжанова, Анатолий Рашевский, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Мы наградили лучших работодателей.